Встреча между командами «Зенит» и «Енисей» и «Красноярск» Встречу кубка сыграли моменты и здесь... Степанова тащит мяч, есть Морина справа, можно ее награждать мячом, но Татьяна в такой, конечно, офсайт залезла и забивает она гол после свистка, но зафиксировано положение вне игры. Давайте посмотрим еще раз за развитием атаки. Вот тут очень хорошая передача прошла, может быть, в этой стадии была офсайт, потому что вряд ли вот Шахова, предстоящий Турции с Россией, да, понятно, что женскому футболу где-то состязаться, заставила оборону «Енисея» напрягаться, а в итоге мяч именно ей достается. И ждем передачи, идет передача в штрафную, мяч миновал всех, удар в эту зону. Есть варианты у нее справа-слева, она бьет поворотом, и какой удар, и какой сейв. Так вот туда, на Морину, и у Татьяны есть свободное пространство, и нету положения вне игры, выходит она один на один, и нет удара, нет удара. Какой момент сейчас был, и дело все-таки не дошло. Ну и все, друзья, давайте с вами немножко отдохнем, и вернемся уже на второй тайм этого уединка верды, второй тайм матча «Зенит-Енисей». Максимова, третий Екатерина Морозова, одиннадцатый Екатерина Сочнева, капитан команды, 27-й Татьяна Степанова, 20-й Кристина Фролова, 77-й Залина Шарифова, 99-й Татьяна Морина. Очень хорошая, Максимова, вырывается можно Морина и налево катить, будет ли это делать? Да, это и делает Морина, может быть, момент, Татьяна пошла в обыгрыше. Ну и продолжая тему петербургских футболисток, команда «Лидер» петербургская, так, сейчас посмотрим за этой атакой, тут опасно, Греченко отбивает удар пальцев, там красивый очень повтор был. Анастасия Климова, идет атака «Зенита», вот как раз и Вадо, и на Фролову шел прострел в экранах. Идет на дальнюю штангу передача, удары, Греченко забирает мяч, забирают команды по одному баллу, ну и, наверное, на самом деле, счет по игре, нулевая ничья, справедливый итог, были моменты у одной и другой команды, но забить ни у тех, ни у других не получилось. Я на этом с вами буду прощаться, матч для вас комментировал Иван Канаев, смотрите «Женский футбол» и до новых встреч в эфире.